Оу, бедная АКА! Я знаю, что Ксюху, Forgotten Weapons, была ужасная, но... Это вообще самая ужасная АКА, что я видел! Господи, это самая упоротая АКА, что я видел! Нет. Нет, нет, это недопустимо. Ты держись там! Папа уже блин! Так, значит. Это было непросто, но я все-таки раздобыл нечто в этой сумке, что можно назвать только самым упоротым Калашниковым, что я видел в своей жизни. В этом видео мы покажем вам, что это нахрен такое, обсудим его, как его изготовили, и, возможно, даже попробуем пострелять. Так как то, что эта хрень стреляет, это круче, чем рождественское чудо. Давайте взглянем. Ах, совсем забыл. Сперва поблагодарим людей, которые оплатили полеты за этой пушкой. Вы видели подводку к этому эпизоду в одном из наших недавних роликов, и, наконец-то, он здесь. Самое время посмотреть, что же я привез. И начнем мы, как всегда, с привычного действия. С расстегивания молнии. Что? Так, ладно, сразу скажу, если вы слабонервны, лучше прикройте глаза. Это... Тот самый упоротый калашников. Только взгляните. Если вы не специалист, то поначалу он выглядит не таким уж плохим. Но это именно тот случай, когда чем дольше смотришь, тем хуже он становится. Об этом экземпляре я с уверенностью могу сказать, что абсолютно ничего не было сделано правильно. И я уже слышу, как некоторые говорят, Брэндон, он ведь выглядит не так уж и плохо. Ну, немного уродлив, и заклепки не закреплены должным образом. Абсолютно все. Буквально все. Это же не так сильно влияет на его работу. Это оружие все же как-то собрано. Не может оно быть прям совсем плохим. Оно может быть таким. Сейчас оно полностью собрано, кстати. Пока мы тут не сошли с ума, что, собственно, и случилось с человеком, который его собирал, поговорим о том, что он хотел собрать. Это же АК, тупица. А именно, это югославский М70Б1. Это югославский вариант АКМ с деревянным прикладом, в калибре 7,62 и штампованной ствольной коробкой. Вот так. По идее, он должен был выглядеть. Все заклепано должным образом, ничего не болтается, выглядит отлично. Штампованная ствольная коробка здесь на самом деле выполняет свою функцию. В передней ее части есть расширение, поговорим об этом чуть позже. На моем, правда, еще установлена насадка для гранатомета. По важным причинам. Но даже если сравнить их по внешнему виду, это ты. А это тот парень, о котором она просила тебя не беспокоиться. А еще ты куришь много мета. Много. Да где я вообще смог отыскать такую хрень? Недавно она попала в мастерскую моему другу Брайану из Окхам Дефенс. Отложите вилы, это не он ее собирал. Кто-то принес ее на ремонт, так как подозревал, что с ней может быть что-то не так. Он запостил ее в интернет и показал самые очевидные места, по которым можно понять, насколько она упоротая. И меня скрутило так сильно, что я уже не смог устоять. Этим мы здесь и занимаемся. И вы бы это знали, если бы были подписаны. А если вы не подписаны, то вам не так сильно нужна реабилитация, как тем, кто подписан. Если хотите чаще просыпаться по ночам из-за подобного дерьма, смело подписывайтесь. Посмотрим на ствольную коробку. Есть два типа ствольных коробок для АК. Здесь у нас фрезерованная ствольная коробка. Ее вырезают на станке из заготовки, из цельного куска металла. Другой тип, который гораздо более распространен, это штампованная ствольная коробка. Например, вот здесь. Здесь у нас штампованная ствольная коробка с расширением. Здесь у нас стандартная. По сути, это просто кусок листового металла, который обрезали в размер, согнули определенным образом и, разумеется, закалили. При этом они используют высокоточные штампы, чтобы быть уверенными, что все размеры будут идеально подогнаны, и эта деталь сможет выполнять роль ствольной коробки. Что они не делают, так это нихреначат по ней молотком до тех пор, пока она не начнет отдаленно напоминать ствольную коробку. Видимо, изначально это была плоская заготовка ствольной коробки, которую нужно согнуть самостоятельно. Аналог деталей, готовых на 80%, только для АК, которые были популярны в одно время. Покупаешь плоскую заготовку, отдельно покупаешь гибочный станок и сгибаешь определенным образом. Даже если у этого парня и был гибочный станок, чего у него явно не было, это даже неподходящая ствольная коробка для этого оружия. Это стандартная ствольная коробка, такая же, как вот эта. Сбоку она абсолютно плоская. А на М70 применяется широкая передняя вставка, и это расширение предусмотрено в листовой заготовке для ствольной коробки, чтобы соответствовать более толстой передней вставке. Без этого никак не обойтись. Но для этого парня это вообще не проблема. Он хреначил по ней молотком так долго, что смог преодолеть эту мелочь, и заготовка как бы приняла форму той самой расширенной передней вставки. Лайфхак. Приемное отверстие магазина здесь так широко выгнуто. Выглядит это отверстие как пасть у голодного окуня. А теперь как соединить эту деталь с оружием? Ну, можно просто расплючить заклепки молотком в тех местах, где тебе захочется. На этом оружии есть такие места, где заклепок вообще нет. Никакого крепления как бы и нет вовсе. К примеру, это отверстие для заклепки, на месте которого должно быть на стандартной ствольной коробке, есть два отверстия сверху, в то время как на М70 одно снизу для заклепки у отверстия магазина, одно сверху, и еще одно снова снизу. Давайте просто примем тот факт, что эти отверстия под заклепки расположены в неправильных местах. А этой заклепки здесь вообще быть не должно. Я думаю, она упирается в направляющий выступ. Посмотрите на спусковую скобу. Мне прям нравится, если перевернуть эту пушку, то она ставится на предохранитель. Предохранитель работает. Охренеть. Это оружие очень безопасное, до тех пор, пока вы его не перевернете. Да и вообще, стрелять из него небезопасно. А мне ведь придется стрелять из него чуть позже. Обязательно досмотрите до этого момента. Помолитесь за меня, если можете. Возле спусковой скобы, из защелки магазина, мы видим... Не самая нагруженная часть оружия, конечно, но все же. Здесь должно быть четыре заклепки, а здесь у нас четыре шурупа прямиком из строительного магазина. Заклепки крепления задней вставки у нас абсолютно раздавлены. И это вот полностью срезано, потому что на М70 в этом месте есть кнопка. Чтобы снять крышку ствольной коробки и высвободить крепление возвратной пружины, нужно сначала нажать эту кнопку. Она позволяет снять все остальное. Вот так. Снимаем крышку ствольной коробки. Все эти божественные внутренности мы рассмотрим позже. И чтобы компенсировать дополнительную ширину, вызванную этой кнопкой, он решил просто срезать верхнюю часть этой заклепки. Это всего лишь заклепка, которая удерживает вашу заднюю вставку, ничего страшного. Она все равно почти бесполезная. Ты можешь снять ее крупным планом, чтобы было видно, как просто я могу двигать всю заднюю вставку. Да, она держится на одной заклепке, которая так же шатается. Она покачивается в то время, как я это делаю. Вот блин, теперь я не хочу из него стрелять. Он просто срезал верхнюю часть ствольной коробки и сделал то же самое с другой стороны. Не делайте так. Но подождите, это еще не все. Так, это снимаем. Затвор с затворной рамой тоже снимаем. Самое грустное, это то, что сами детали-то неплохие. Я точно могу сказать, что он не притрагивался к затвору, не изуродовал затворную раму. Да и ствол тоже оригинальный, насколько я могу судить. Изначально это был оригинальный добротный ствол с правильно выставленными зазорами между боевыми выступами, затвором и патронником. Подгонка все еще на высоте, и это значит, что хотя бы в теории он не должен взорваться у меня в руках. Это и обидно, так как все эти отличные комплектующие были просто упороты в хлам. Грубо говоря, вот с этой отметки, исключая ствольную коробку и заклепки, все это было изготовлено в Югославии. Ну, теперь уже в Сербии. Иными словами, это... Все это великолепно. Все это мне нравится. Но я немного обеспокоен вот этим. Вот это нехорошо. Здесь у меня ржавая запасная штампованная ствольная коробка, которая валялась у нас в мастерской. На ее примере я покажу вам, почему так важно избегать появления ржавчины на таких деталях. И одна из причин — это перемычка ствольной коробки. Усиление, которое находится в центре ствольной коробки. По факту, это просто, как я уже и сказал, перемычка, чтобы сделать корпус ствольной коробки более жестким. И также, чтобы останавливать курок в том случае, если затвор с затворной рамой не установлены, а вы все равно жмете на спуск, продлевает жизнь оружию. Эта стальная трубка крепится длинной заклепкой. Здесь вы можете видеть, что заклепка проходит сквозь нее. Она заклепана с этой стороны, и также с противоположной. Не лучший пример для демонстрации — это дешевая ствольная коробка, но смысл понять можно. Ну а здесь у нас — болт. Обычный болт и опять же гайка из строительного магазина. Да и сам болт здесь установлен, ну очень, очень тонкий. Он уже погнулся довольно сильно, если вам видно, недостаточно хорошо. Он заметно деформировался, так как я думаю, что прежний владелец этого оружия делал это довольно много раз. А теперь просто взглянем на оружие сверху. Сразу бросается в глаза то, что внутри здесь все очень грязное. Здесь повсюду остатки старой смазки и еще много чего. Наверное, ему приходилось смазывать это оружие больше обычного, чтобы оно хотя бы как-то работало. Думаю, вы заметили, что ствольная коробка здесь также сильно деформирована. В ней нет ни одной прямой линии. Она очень отдаленно напоминает оригинал. И тот факт, что затворная рама может двигаться в ней свободно, ну, относительно свободно, это просто заслуга самой конструкции АК. Также мы заметили, что иногда затвор застревает. Так, пока все нормально. Вот так. Иногда происходит вот это. И это означает, что зазор между деталями слишком большой, и затвор иногда начинает проворачиваться слишком рано, что является серьезной неисправностью. И это еще не очень хорошо для затвора, поэтому я больше так делать не буду. Так как я хочу спасти хорошие детали, что здесь есть, но об этом позже. Вот так. Но в целом, тот факт, что все это вообще работает, в том виде, в котором оно сейчас, это как Тони Старк смог собрать этот автомат в пещере из горы мусора. Серьезно, будто его собирали на коленке. Из того, что было. За три часа, находясь в засаде. Вот так он выглядит. В этом оружии есть еще миллион различных мелких недочетов, на которые я могу ругаться. Но я не буду углубляться в настолько мелкие детали, так как меня смогут понять только специалисты. Но я знаю, о чем вы думаете. Сможет ли он стрелять? Конечно, я переживаю, но мы это выясним. Сейчас мы на полигоне. И мы постараемся из этого выстрелить. По возможности, без мгновенной незапланированной разборки. И еще один повод переживать, помимо уже известных. Запирание ствола у нас происходит при помощи затвора и передней вставки, которые... здесь просто болтаются. Но мы все равно попробуем. Я зарядил два патрона Беллу. Сейчас я не хочу заряжать больше, потому что я не знаю, как он себя поведет. Я из него до этого не стрелял. Да и сейчас не хочу. Также хочу отметить особенности примыкания магазина. Губки приемного отверстия магазина здесь будто для красоты. Если посмотрите внутрь, оно настолько широкое. Магазин, конечно, фиксируется, но... Для подачи патронов это очень нехорошо. Ладно, не буду на этом зацикливаться. Честно, я немного нервничаю. Поэтому я решил немного перестраховаться. Я принес с собой одну штуковину. Вот такую. Помимо того, что я стал выглядеть как боец в побег из Таркова, это моя своеобразная страховка на случай Скотта. Шлем компании OpsCore модели Fast SF с баллистической защитой лица, которая защищает именно от осколков. И когда я буду стрелять таким образом, я надеюсь, что она защитит мою шею от летящего в ее сторону дерьма. Ну, не прям дерьма. Не настоящего человеческого дерьма, а осколков оружия. Ну, вы поняли. Это было самое вялое запирание затвора, что я вообще видел на АК. И это потому, что он не забрал патрон. Круто. Блин, что за херня? Подойди поближе, кое-что покажу. Что такое? Затвор проходит мимо патрона. Может, у нас и не получится из него выстрелить? О, получилось. Если придерживать магазин, затвор забирает патрон. Типа. Патрон в патроннике, круто. Да, отойти это, возможно, хорошая идея. Ну, ладно. Один лайк равняется одной молитве. Надеемся на лучшее. Три. Два. Я, пожалуй, не буду держать за магазин, так как в случае взрыва магазин полетит вниз. Вообще, это не самое лучшее место для удержания оружия, если вы думаете, что оно взорвется. Возможно, так немного безопаснее. Увидим. Изобретение винтовочной гранаты через три, два, один. Ну, ладно. Он даже почти зарядил второй патрон. Это интересно. Отдача у него максимально странная. Ну, он не взрывается, это уже хорошо. Отдача здесь максимально странная, будто здесь применен продольно скользящий затвор. Получается как бы половина цикла. После выстрела затвор отходит назад и остается в этом положении. Он не возвращается вперед, как это и должно быть. И это довольно неприятно. Преждевременный поворот затвора случается довольно часто. И он клинет вот здесь. В тот момент, когда патрон уже почти вошел в патронник. Но затвор останавливается, так как он начинает проворачиваться слишком рано. Он пытается запереть патронник, но до самого патронника еще далеко. Вот такая хреновая ствольная коробка. А теперь, когда мы доказали, что взрыв оружия для нас совсем не страшен, попробуем магазин тульских патронов. Посмотрим, что у нас получится в этот раз. Может хотя бы пара последовательных выстрелов. Ну давай, дружище. Ну вот, отлично. Просто его надо было немного подбодрить. Для стрельбы из этой пушки нужен ассистент. О, а вот сейчас затвор почти закрылся. Да-да, я знаю. Осечка. О, сработало. Ну почти. Я уже почти дошел до той стадии, когда я бы предпочел стрелять из AR-15 от Андерсон, чем из этого. Совсем неудивительно то, что из него, в кавычках, безопасно стрелять. Потому что запирание затвора и все такое происходит в передней вставке. И все, что не позволяет этому оружию взорваться, расположено после передней вставки. И все это добро было изготовлено на югославской фабрике застава. А это было изготовлено... ...идиотом. Эта часть работает прекрасно, а это, отвечающее за функционирование оружия... ...не то чтобы очень. Попробую помочь ему, прижав магазин. Я думаю, хватит. Я надеюсь, парни, сейчас вы поняли, почему я так сильно хотел показать его вам. Это... За последние годы я видел очень много упоротых сборок АК. Много, очень много упоротых АК. Но именно эта сборка смогла их всех переплюнуть, по паре причин. Во-первых, по степени упортости. Когда за основу берут отличный набор комплектующих... ...и собирают все поедино очень хреново, но несмотря ни на что, это все равно хоть как-то работает. Если честно, еще раз хочется поблагодарить Михаила Калашникова, ...потому что он, при создании этого оружия, выложился на полную. Когда в конструкции автомата не соблюдены почти все размеры, кроме механизма запирания, ...это верный путь к катастрофе. Тот факт, что он хотя бы как-то стреляет, просто поразителен. Приходится закладывать такой запас надежности в конструкцию, ...которую затем переведут на 8 различных языков и будут собирать в 30 различных странах. Работники не особо зациклены на качестве, во многих случаях, которые еще и не умеют читать. Просто чудо, что все эти штуки работают. В общем, у меня есть далеко идущие планы. Раз при сборке этого оружия применили отличный набор комплектующих, ...они буквально просят, чтобы мы вернули их к жизни. Чтобы все это стало похоже на его старшего брата. Если мы соберем 100 тысяч лайков на этом видео, что должно быть несложно, ...вы уже должны были поставить лайк, но вы чего, вам что, неинтересно? Если соберем 100 тысяч лайков, я сделаю видео о полной разборке этого автомата, ...и затем соберу из него... ...непроклятый Калашников. Ну или просто Калашников. Это будет отличное завершение истории. Сначала мы вам показали нечто ужасное, ...а закончим все на позитивной ноте. Ведь то, что я очень люблю, это счастливый финал. Если вы хотите это увидеть, у вас есть отличная возможность. Просто нужно поражать лайк этому видео, ...и раз уж начали, проверьте на всякий случай свою подписку. Ютуб снова взялся за старое, и втиху отписывает подписчиков от моего канала. На всякий случай проверьте, не возникла ли между нами непреодолимая пропасть. Никто не имеет права вставать между нами. Вот я к чему. У меня это все для вас на сегодня. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. И, как обычно, увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующем видео. Пока!